Субтитры сделал DimaTorzok А меня посадили, потому что им потом плохо снимать О, хорошо, слышно Я говорю, что, вы знаете, сегодняшний весь вечер Я сделаю так, как я запланировал, это вы уже поняли Но я бы фактически занялся чтением только лишь одной вещи Веденского Я имею в виду «Елка у Ивановых» и, собственно, все То есть, что это значит? Это значит, что мне нравится эта вещь То есть, она мне какое-то время назад не нравилась Я ее не знал, вам честно признаюсь А сейчас я ее внимательно прочитал И очарован Мне очень нравится эта вещь Мы ее в конце А я буду в конце говорить о ней Мы будем ее читать Я буду говорить о том, что мне нравится и почему И я думаю, что вообще можно было бы всего Веденского рассказать только лишь про вот эту елку Рассказывая про елку у Ивановых Это чрезвычайно талантливая вещь Это гениальная вещь И, ну, меня редко чем можно удивить В смысле, там, кино или книга или еще что-нибудь Вот эта вещь удивительная Вот удивительная Вы знаете, я тут нашел Я вот просто я так Я вот сейчас ловлю атмосферу, ну, в смысле, чтобы делать свое дело Но вот так как бы обмен такими, ну, впечатлениями Так вот, я там нашел и Платонова Ну, я имею в виду вот этого Андрея То есть вот по стилистике, по вот словообразованию Потому что у него бывает такие Такая прямая речь Вот слова без прилагательных Там без этих оборотов Очень простой синтаксис Ну, если говорить вот с такой формальной точки зрения Вот Это совершенно замечательно Но я буду делать свою работу В смысле Я расскажу, конечно Вот все, что я вам подготовил О Веденском И в конце Значит, план у меня такой План такой Я расскажу немножко о нем После этого Я прочту стихи Некоторые Элегию Там фрагмент А может быть полностью Ну, посмотрим Элегию Потом у меня есть один документ Я его тоже прочту Потом я прочту еще его ранние стихи Ну, вот примерно то, что он писал блоку Слышишь? Вот сейчас Когда я чуть отдаляю Я уже слышу Я уже вижу, что вы не слышите И поэтому А мне как-то не нравится Что у меня микрофон Прямо перед губами И я его стараюсь Подальше А подальше не слышно И вот такая будет проблема Ну вот Вот это Дальше Потом я расскажу Вот о самом главном То есть Ну, так называем Поскольку я иду от философии И я отношусь не как филолог А мне он интересен Только лишь потому, что я иду Вот в смысле После этих занятий философией Так вот Потом я расскажу про главные вещи Вот это Бог Время И смерть Ну, вот он считал Ну, расскажу Как я думаю Как я думаю Ну, знаю тексты Почему это главное И что значит это главное Вот После этого После этого я Вот займусь Немножко почитаю Елку у Ивановых И это будет все Вот примерно так на сегодня Вот такой план Значит, ну Как только я делаю паузу Можно спрашивать Можно влезать Можно что-то говорить Вот Может быть я поднимусь Потому что я не люблю сидеть Я чувствую себя скован Меня поймали Меня держат Вот как птины А я хочу летать Ну, я имею в виду Я двигаться хочу Я люблю двигаться Ну, вот Но пока сижу Итак, Веденский Называется все у меня Следующим образом Поэзия плодотворного непонимания Поэзия плодотворного непонимания Не думайте, что это я сидел Долго придумывал Вот это Нет, я это не долго придумывал Просто я Встретил у Веденского Вот эти вот странные Такую страсть Интерес к непониманию Вот То есть Понимаете Когда люди все понимают Это удивительно Ну Я не верю Ну Вот А тем не менее Как ни странно Вот Непонимание Останавливает Все больше ценностей И вдруг люди не понимают Я говорю А люди не понимают Как это так? Я не понимаю Почему они не понимают Ну Бывает же вот такая речь Вот И Веденский Вот Он пульсирует Все где-то Обитает Спасибо Это я попросил чаю Чтобы Да-да-да Не очень хорошо Ну вот Поэтому И Поэтому И Называется Веденский Поэзия Плодотворного Непонимания Я не понимаю Что понимать Говорил Веденский Что это значит? Это значит Что нам с вами Нечего больше понимать Все уже и так понято Мир устроен с пониманием В этом мире нам Не нужно сознание Мы легко Можем без него обойтись Только это понимание Не наше Не мы поняли мир А мир понял себя При помощи нашей головы Поэтому Непонимание Это плодотворная Попытка Спасти себя От проникновения Того Что понято Другим Но не тобой Кто понимает Понимают Те Кто говорит На языке Другого Кто может Говорить Кто Кто не может Говорить От своего имени Не понимают Те Кто пытается Но Понимают Те Кто пытается Говорить Значит Два вещи Хорошо Хорошо Жить Тому Кто Говорит На языке То есть Я Я Я Тут Хорошо Жить Тому Кто Может Говорить На языке Другого Кто Говорит Не от своего Имени Потому что Там Главное Чтобы были Общие слова Ну Общие слова Не разгадывая Что там В этих словах Не разгадывая Ну Если я говорю Бутылка Значит Это бутылка Ну Это понятно Бутылка Как будто бы Понятно Ну Так вот А У кого Возникают А кто Не понимает А кто Не понимает А не понимает Тот Кто пытается Найти Свой язык Кто пытается Говорить На своем Языке Это Первое И второе Это тот Кто вдруг Когда-то понял О важности Встречи С самим С собой О важности Даже о желании Может быть Произвести Вот такую встречу Это вот Круг Того Кто Не понимает Кто Он Не понимал Он И прежде всего У него Он может Не понимать Самого себя В первом Случае На месте Понимания В первом Когда все Понятно В первом Случае На месте Понимания Стоит Может Стоять Видимость Понимания То есть Когда ты Не понял Ну и понимать Не нужно Потому что Уже понятно Уже понятно То есть Уже На месте Понимания Стоит Видимость Понимания И у тебя Нет Проблемы И Очень Хотелось Как можно Больше Таких Видимостей С тем Чтобы Не Производить Не делать Не делать Эту тяжелую Твоего Твоего Интерес Интерес Тему У него Есть У меня Все Есть Я имею Введенский В том числе Вот И поэтому Я и заговорил Так вот Поэзия Введенского На мой Взгляд Это Поэзия Плодотворного Непонимания Поэтам Мира И самого Себя Цитата Чтобы Все Было Это Из Введенского Чтобы Все Было Понятно Надо Жить Начать Обратно Значит Господа Ну По-дурацки Звучит Согласитесь Ну Как бы Такая Легкая Простая Вещь Значит Чтобы Все Было Понятно Надо Жить Начать Обратно Вот Совершенно Верно И вот Здесь На месте Стоит Это Слово Обратно Ну По-русски Я могу Еще Говорить Обратно Или Изнанка Или Шиворот Навыворот Или Еще Какие-то Вещи Или Просто Можно Поставить Зеркало Или Просто Можно Поставить Зеркало И Не только Конечно Уведенство А зеркало Это вообще Странное Устройство И Вот Когда тебе Вот Чтобы там Поднялась В зеркале Правая рука Тебе нужно Поднимать Левую Имеется ввиду Вот эта Вот обратность Вот это Вот все Выворачивание Очень важно Я Еще Немножко Потом Позже Поговорю О зеркале Немного Но Это чуть Попозже Итак Неправильная Неправильная Жизнь Введенского Итак Немножко О нем Вот Что я могу Сказать Настоящие Абсурдисты Ну Я Намекаю На Хармса Здесь На Введенского Ну Вообще Хотя Вот вы знаете Даже Я могу Сказать Что вообще Есть в этой Жизни Люди Которые Ну Такие Ну У них Есть вкус Вот Схватывание Так Странного Рода Проблем Есть Те Кто Совершенно Вот в стороне От этого Ну Ему Это даже Неприятно Вот Зачем Усложнять И так Все сложно И надо Как-то Все Очень Упростить Ну Так Вот Настоящие Абсурдисты Любят Рождаться В России В декабре Зимой Вот эти Странные Холодные Дни Сначала В 1904 Году Родился Александр Введенский Затем Год Спустя В декабре Родился Хармс Потом Они Встретились И Подружились Отец Вернацкого Статский Советник Генерал Сумеречная Личность Он Как я понял Любил Своего Старшего Сына К Александру Относился Прохладно Мать Введенского Дочь Генерала При советской Власти Отец Работал Экономистом Мать Гинекологом Выходит Александр Генеральский Сын Потомственный Дворянин Он Был Немного Кадет В смысле Учился В юнкарском Училище Немного Востоковедом В смысле Учился На отделении Пытался Заниматься Китайским Языком Чуть Чуть Юристом В конце Концов Университет Так Так И не Окончил Как и Толстой Впрочем И об этом Не жалел Работал Письмоводителем И На электростанции Гимназию Все же Окончил Хотя Экзамен По русской Литературе Так же Как я понял Так и Не сдал Затем Уже 16-летний Он С друзьями Отправляет Свои стихи Блоку И Некоторые Друзкин Говорит Что и Гумилеву Отправлял Возможным Ну конечно Блоку Стихи Не 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 Потом Почитаю Вот стихи Вот эти Ранние Его В школьной Характеристики Отмечалось Что Веденский Развит Но Чрезмерно Болтлив Что По сути Это Большой Ребенок В Отличие От Хармса Веденский Всегда Ходил В Черном Костюме И Белой Рубашки С Галстуком Но Не Хармс А Веденский Вел Богемную Жизнь Был Гулякой И Картежником В 20-е Годы 20-го Века Молодежь Вкусила Свободу Свободой По Преимуществу Эта Свобода Была Бытовой Я уже В прошлый раз Говорил Как Это Нам Удавалось Связывать Свободу С Бытом А Не С Политикой По Преимуществу Эта Свобода Как я Сказал Бытовой Все Абриуты Конечно Курили И Больше Всех Конечно Курил Веденский Все Абриуты Пили Больше Всех Пил Конечно Веденский Все Абриуты Грешили Женщинами Больше Всех Грешил Александр Все Нюхали Эфир Больше Всех Был Замечен В этом Деле Веденский Все Работали По Ночам Веденский Работал По Ночам На Износ Большой Красивый добрый. Он нравился многим женщинам. Но любил, как говорят его современники, он как-то наспех, с какой-то торопливостью. Феденский был метафизически не укоренен в себе, не уверен в себе. Он был для себя проблемой. Пример. Вот известно, что Александр Феденский любил Хлебникова и Крученых. Вот о Крученом. Однажды, рассказывает Харджиев, Феденский и Крученых встретились. Феденский рабил, он стушевался, как студент. Крученых вел себя надменно, как профессор. Феденский читал стихи ему, Крученых, а Крученых читал стихи, свои читал, а Крученых читал стихи пятилетней девочки. Что было как-то странно. При этом Феденский считал, что стихи девочки лучше его стихов. Тот же Харджиев рассказывает о том, что как позднее уже гораздо, он прочитал элегию Феденского-Ахматовой. Стихи Феденского были хороши, они понравились Ахматовой, которая почему-то была уверена в том, что абориуты ее не любят и ругают за архаизмы. Абзац. Следующий пункт. Стихи, как зашифрованная пропаганда. В 30-е годы 20-го века в России началась эпоха большой политики. Политика у нас была везде. Она как пыль проникала в самые темные закоулки человеческой жизни. Люди научились мыслить или стали мыслить метанорациями, большими. Художники вместе со своим искусством вышли. 30-е годы. Я в прошлый раз говорил и сейчас говорю, что меня просто уже интересуют сами по себе 20-е годы. Потому что в некотором смысле я нахожу в них некоторую роскошь. То есть крайне интересное время. 30-е годы. Совсем другие 30-е годы. Совсем другие. Мне нравится 50-е. Мне сейчас интересно все узнать. 50-е годы. Очень интересно. Ну просто интересно. Вот и я хочу сказать, что и я понемногу удовлетворяю свое любопытство, просто читая тексты, ну читая газеты или там журналы, подшивки, которые выходили в то время. Не имея в виду никаких целей, ну посторонних. Просто читаю. Ну что мне интересно. Больше ничего. И, вы знаете, и в таком чтении, перед таком чтением я нахожу много интересного. И потом, может быть, даже можно будет, я не исследователь, потом можно будет рассказать вот о 20-х годах. Вот что это были за годы. Вот что это такое. Что это такое. О 30-х. Что это такое. Поэтому вот я сейчас говорю, это как бы время таких больших нараций. Ну, там все говорили об истории, значит, там, там, что она куда-то идет или, или там говорили о мире. Понимаете? А иногда бывает, а иногда жизнь вот так устроена, что вот он сидит перед тобой или кто-то ты, кого-то ты встречаешь, и вот все дело здесь. Ну, в смысле, не вот эти вот там какие-то большие миры, большие проекты, вот такие вот слова, эпоха, прогресс, там, вот что-то такое. А, вот просто надо подать, надо подать, вот есть протянутая рука, и просто надо положить. А ты не кладешь. А я не кладу. А почему? И вот это очень странные вещи. Ну, то есть, вот эпоха, понятно, значит, где люди, где классы зашли, там, гибнут или там не гибнут, мы требуем героев, там, давай. Ну, вот сидя где-нибудь вот здесь, там, требовать, чтобы там кто-то был героем. Это очень забавная вещь. Ну, вот. Я просто еще раз вот сейчас об этом говорю, что у нас так много интересов, в истории нашей страны. Мы так равнодушны. Мы так ленивы. Ну, не хотим. Вот библиотека рядом. Пока все есть. Все можно найти. Все можно читать. Это я к тому говорю. Так вот. И вот в 31-м году, это вот эти 30-е годы, то есть у меня эпилог, это 30-е годы. Время этих массовых движений, как вы видели, этих странных, в Германии они проходили, у нас проходили. Эти спортивные люди, ну, большими массами, оформленные, красочные. То есть художники работают. Мудожники тоже. И вот в 31-м году, а в Веденске, они это было. Они, вот когда заявили об искусстве, конечно, они хотели выйти на улицу, но у них нет. Конечно, хотели выйти. И вот в 31-м году, в Веденске едет в командировку на Кавказ, под отправлению от детского журнала, и его арестовывают. Одновременно арестовывают других и перерывов. За что? За то, что в Веденске, на какой-то вечеринке, то ли, видите, сколько я понял, просматривая, то ли выехал, то ли ходил, то ли за Николая II. И назывался я монархистом. И даже пытался петь «Куша царя-когонизма». Следователи, изучавшие учреждения это приюта, пришли вводы о том, что это не стихи, а зашифрованные в этом пропаганде. Всех их спасал, опять же, друзья, и, прежде всего, отец, который обратился за помощью знаменитому Николаю Ворозову, который, в свою очередь, участвовал в покушении на Александра II, и который, опять же, в своем рынке встречался с Карлом Марксом. Так вот, наказания абориозов смягчали, смягчили, и вскоре они оказались на свободе. В 1936 году Веденский едет в Харьков, влюбляется, женится и переезжает из Ленинграда в этот город. В Харькове его помнят как человека, который всем говорил «вы», не любил матершину, ни с кем не говорил на политические и философские темы, и по вечерам играл в преферанс. По воспоминаниям современников Веденский иногда приезжал в Ленинград, останавливался в номере «Люкс» в гостинице европейской, жил там несколько дней, два дня, спускал деньги и затем перебирался к друзьям на кухню вместе с женой, ну и там как-то обходился. Эпилог. И вот 1941 год. Началась давно ожидаемая война. Веденский живет в Харькове. Немцы неотвратимо приближаются к городу. Веденский, я думаю, рассуждал так или говорил так, что я никуда не поеду, не буду уезжать, немцы меня не тронут, я все-таки дворянин и сын генерала. Но в Харькове, как и ранее в Ленинграде, конечно, нашлись люди, которые сообщили об этих настроениях Веденского в НКВД или в специальные органы. Его арестовали и затем вместе с другими уже в холода отправили, перестали перевозить в Казань. Веденский заболел и дальше следы его теряются. То есть, все, что я смотрел литературно, очень зыбко, непонятно, но никто не знает точно, что происходило во все это время. Никто точно не знает. Поэтому я говорю примерно, что происходило. Да, вот его арестовали и стали перевозить в город Казань и все. и то ли его там пристрелили, вот говорят, что он то ли дизентерией заболел, кто-то говорит, что у него там легкие, вот больной человек, что с ним было, довезли, не довезли, выкинули, там, это никто не знает. Вот, короче говоря, его не стало. И я должен тут же заметить, что, как ни странно, все абсурдисты живут очень мало. Вот сейчас, вот как вы видите, вот второй, 37 лет. Полотно, 37 все, 37 все. Ну вот, вот это, вот все, что я вам могу сказать о том, что я узнал о Веденском, что я знаю о Веденском, потому что я с ним не встречался, я с ним не беседовал, ничего личного передать не могу, естественно. Ну вот, это все литература, мною просмотренная. А теперь я бы хотел сделать паузу. В этой паузе я хочу прочесть несколько фрагментов. Во-первых, я хочу прочесть, мне он очень нравится, этот мой документ, я его ношу с собой о 20-х годах, то есть документ из 20-х годов. Я его в прошлый раз принес, но я его не прочитал, а теперь как бы вам возвращаю этот портрет. Почему? Потому что это не самое, это просто, что у меня есть. Вот что я взял в голову мне пришло, отксерил и положил. Все. Потому что я буду теперь чаще такого рода вещи делать, просто ради интереса. И стихи, соответственно, прочту, а потом вернусь уже к разбору философии вот этих таких вещей, но с паузой вот с этой. Значит, так вот документ, он мне очень нравится. Еще я прочту этот документ. почему? Потому что когда я вам буду в самом конце мы будем читать «Елка у Ивановых», там появятся очень странные люди, там будет очень странное отношение к женщине. Вот на мой взгляд, меня эта вещь потрясла. Но я стал смотреть вот как-то об этом, почему-то об этой вещи, почему-то никто не пишет. Хотя мне сказали, что вроде есть спектакль, это просто кладезь для режиссера, для театрального, для кино. Вот я имею, я опять пропагандирую, о Ёлке говорю, о Ёлке Ивановых. Это вещи изумительные. Я к ней еще буду возвращаться. Ну так вот. И вот меня там заинтересовало вообще русские страны относятся к женщине в некотором смысле, наверное, даже до сих пор. И вот я вам прочту декрет. Это уже ближе к 20-м годам. Вот этого странного времени свободы. Значит, преамбула такая, преамбула такая, что, ну вот как и бариуты пришли на три левых часа и говорят, мы будем делать новое искусство, мы будем делать новое. И смотрите, так многие политики точно так же хотели делать новых людей. Они хотели, что они хотели сделать? Они хотели, они считали, что в России женщина это как часть домашнего хозяйства, типа корова или лошади, которую можно и нужно использовать на общественное благо. Ну, вы помните потом, вы же, ну, вот кто жил в России, знает, женщина с веслом, женщина с молотком, женщина, вот ты едешь по этим просторам, женщина работает на железной дороге, женщина с этими молотками забивает костыли, ну, вот женщина, везде женщина, женщина, вот, и все остальное. Так вот, и вот, ее хотели освободить, ее освободить. Значит, вот сам документ. Это я сейчас проект декрета Саратовского губернского совета читаю. Законный брак, имевший место до последнего времени, несомненно, являлся продуктом того социального неравенства, неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской Республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках Буржуазии в борьбе ее с пролетариатом. Вот идет эта такая часть, пропускаем. Итак, что решили? Орограф 1. Я еще раз. Вот, три левых часа. У меня все здесь есть. Ну, манифест абориутов. Помните там? О, по-новому. Все. Мы даем сейчас новое искусство. Мы покажем. Значит, с 1 января 2018 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 13 лет и до 30. Право постоянного владения женщиной с 17 лет и до 30. Вообще нормально. Это самое хорошее такое время. Ну, я имею в виду. Дальше. Примечание. Как определяется возраст женщины? Возраст женщин определяется метрическими выписями, паспортом, а в случае отсутствия этих документов квартальными комитетами или старостами по наружному виду и свидетельским показаниям. Параграф 2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужних женщин, имеющих пятерых или более детей. Это не надо. Параграф 3. За бывшими владельцами, мужьями, сохраняется право внеочередное пользование своей женой. Примечание. В случае противодействия бывшего мужа в проведении сего декрета в жизнь, он лишается права, предоставляемое ему настоящим декретом. Параграф 5. Пропускаю. Распределение заведования отчужденных женщин представляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по принадлежности. Параграф 7. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной неч... Вспоминайте, пожалуйста, литературно вспоминайте «Мы зимянина», «Мы», вот эту вещь, и, ну это у нас, и Хаксли, ну там у них, вот эти странные антиутопии. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов при соблюдении условий, указанных ниже. Параграф 8. Каждый член трудового народа обязан начислять от своего заработка 2% в фонд народного поколения. Параграф 9. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен представить от рабочего заводского комитета или профессионального союза удостоверения принадлежности своего трудовому классу. Десятое. Мужчины, не принадлежащие к рабочему классу, платят тысячу рублей. Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения спомоцентствования в размере 280 рублей в месяц. Параграф 12. Женщины, забеременевшие, освобождаются от своих обязанностей прямых и государственных в течение четырех месяцев, три до и один после. Параграф 13. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдают в приют народные ясли, где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста. Но я не обсуждаю теорию воспитания Парусо в смысле детей. Меня это займет много времени. Ну и так дальше. Теперь стихи. Сейчас просто у меня тут беспорядок. Вот нашел. Значит, стихи. Теперь стихи ранние. Вот стихи такие. Ну вот кто любит Блока? Ну кто любит Блока? Ну он же любил Блока. Ну они все любили Блока. Блока нельзя не любить. Ну это действительно мне кажется так. Ну вот. Я прочту немного. Я прочту немного. Ну вот например вот это. Рьвется ночью ветер в окна. Вот такие. Рьвется ночью ветер в окна. Это вот такого рода примерно были отправлены Блоком. Рьвется ночью ветер в окна. Отвори-ка отвори. Я задумалась глубоко, но ждала вас до зари. Я любила вас не зная на четвертом этаже. Все по комнатам гуляю одиноко в неглиже. А зачем жить тихо стонет зимний день на Рождество? Вы сдуваете с ладоней пепел сердца моего. Пусть мои закрыты двери под глазами синева. Заболелась от потери закружилась голова. Ну вот я не спрашиваю нравится вам это или не нравится. Но вот это забавно. Интересно. Ну и конечно вот это в ресторанах злых и сонных. В ресторанах злых и сонных шикарный вечер догорал. В глазах давно опустошенных сверк... Ну вот вы разве не чувствуется блок здесь? Ну согласитесь. Ну может быть немножко лексика. Ну вот ритм, интонация вот вечерам над ресторанами. Значит в глазах давно опустошенных сверкал недопитый бокал на эстраде утомленной кружась над черною ногой. Был бой зрачков в нее влюбленных, влюбленных в тихое танго. И извиваясь телом голубым она танцует полупьяная скрипач и плач трубы забавно ресторанная. Пьянеет музыка печальных скрипок, мерцание ламп надменное легко и подают сверкающий напиток нежнейших ног обтянутых в трико. Но лживых песен танец весел, уж не подняться с пышных кресел, потому что я пьян давно и так дальше. Вот это ранние стихи, а теперь вот фрагмент из Элегии. Из Элегии. Элегия совершенно замечательная стихотворение, мне она очень нравится, но я взял концовку, я взял концовку, потому что там мне больше концовка, потому что там концовка очень хороша, мне нравится, сама концовка мне очень хороша, поэтому я взял фрагмент. Но вот это из Элегии, которая понравилась Ахматовой. И одновременно я хочу сказать, что вот здесь, я не знаю, как вы, но я не такой большой любитель поэзии, но я нахожу какого-то Бальмонта. Вот есть что-то. Пусть мчится в путь ручей хрустальный, пусть рысью конь спешит зеркальный, вдыхая воздух музыкальный, вдыхая шты тленье, возница хилый. Вот мне хрустальный, зеркальный, музыкальный, вот это любил Бальмонт, если я правильно понимаю. Вот есть это. Возница хилый и сварливый, в последний час зарисонливый, гони, гони вазок ленивый, лети без промедления, не плещут лебеди крылами, на тиршественными столами, совместно с медными орлами, в рог не трубят победный. И далее, вот это то, что мне нравится. Исчезнувшее вдохновение теперь приходит на мгновение, на смерть, на смерть держи равненье, певец и всадник бедный. Вот из-за этого, вот из-за этой концовки, собственно, я и выделил вот этот, вот, вот я это все сделал, то есть я вам прочитал стихи, которые понравились Ахматовой, фрагмент вот этот, которые понравились, не понравились Блоку, понятно, потому что они были как бы Блок, вот, а теперь, вот вновь возвращаюсь к Веденскому, вот к Веденскому, вот к трем вещам, ну, мне вот это и ближе, и понятнее, я имею в виду абсурд, Бог, время, смерть. Абсурд. Ну, я должен вот высказать такое суждение, я думаю, что многие из нас, многие из нас понимают, что жизнь, конечно, даже не будучи абсурдистами, или, или вот такими странными абориутами, или какими-то особенно проникновенными поэтами, понимают, что жизнь, конечно, не логический процесс, а абсурдный. И, знаете, почему? Потому что абсурдный, потому что мы, по крайней мере, два раза в день проходим через ситуацию абсурда. Это когда мы засыпаем, это когда мы засыпаем и когда мы просыпаемся. Заснуть это нервный срыв, проснуться это, значит, нужно пройти через ультрапарадоксальную ситуацию, то есть каждый из нас не может сказать, что он не сталкивается с абсурдным. Я повторяю, по крайней мере, два раза в день мы точно с ним встречаемся вот в этой жизни. Я думаю, что, правда, гораздо чаще. Если вы думаете, что сознание существует для того, чтобы что-то знать, то вы ошибаетесь. Оно не для знания, оно для страдания, для того, чтобы мы могли воздействовать на себя. Вот, например, пьеса Веденского «Елка» у Ивановых. Странно, абсурдно, но в семье Ивановых нет ни одного Иванова, но это не важно. Странно и абсурдно, что в этой семье есть 82-летние дети. Ну, это тоже не важно. Странно, что годовалый ребенок говорит и помнит. Ладно, тоже не очень можем пропустить. Так что такое есть абсурд? Абсурд это нелепость, нелогичность. И это правильно. Но у Веденского абсурд это камень, который сознание бросает в людей, который ты сам бросаешь в себя. Иногда, чтобы разбудить сознание. «Верую, ибо абсурдно», говорил Тертулиан. В этой формуле мне кажется, передается тот оттенок абсурда, который был утерян, на мой взгляд, уже у Камю, но который понимал Веденский. Верят не те, кто аллогичен, а те, кто не потерял слух. «Мы не глухие», говорил Тертулиан. «Мы слышим голос Бога. Абсурд способ быть не глухим среди глухих. Все, что голос заглушает, все, все голос, все его голос заглушает, но Веденский его слышит и пишет стихи. Мне жалко, что я не зверь». Я, если можно, я сейчас, у меня оно готово, я немножко, чуть-чуть, вот из этого, это считается, как вы уже поняли, я вам сказал, что мне нравится больше всего. Больше всего мне нравится елка Ивановых. Это я восхищен, это гениальная вещь. Значит, ну, как я понял, вот многим нравится, вот это, мне жалко, что я не зверь. Я позволю себе сейчас немножко прочесть из этого, вот она у меня здесь в запасе лежит, значит, ну, хотя бы немного, вот начало, начало прочту. «Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь, а другому себе подожди немножко». Мы выйдем с собой погулять в лес, для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда. Она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтоб звезда издавала скрип. Ее назначение ободрять собственным молчанием рыб. Есть у меня претензии, что я не ковер, не гортензия. Мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, у которой смерть немгновенно. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим, многим лучше, поверьте, частица дня единица ночи. Частица дня как единица ночи. Не буду, если позволите, не буду. Могу снять, у меня время полно, я могу читать. Но я оставлю, не буду, я потом сохраню для пьесы время. Так вот, я режимирую с абсурдом. Абсурд, что я сказал, вот есть оттенок, который я нахожу у Веденского и не нахожу, например, там у Камю или там есть еще другие, но это в данном случае у Камю. Оттенок не быть глухим среди глухих. Вот абсурд. Мы не глухие. Я передаю этот оттенок, он идет такой христианский от Теркуляна. Вот не быть глухими среди глухих. Мы слышим, все заглушает, мы слышим, вот этот оттенок. Теперь я возьму другую тему или проблему, которая интересовала его, это Бога. Что я буду здесь делать? Заранее предупреждаю, чтобы взять тему, вы все понимаете, вы все знаете, и я тоже знаю, что вы знаете, что у нас стало некоторым таким особенностью, что чтение, чтение, отрывка, фрагмента из братьев Карамазовых Достоевского под названием «Легенда великого инквизитория». Это школьная вещь. И я думаю абсолютно, что все это читали, все это слышали, все знают. Так вот, что я сейчас сделаю? Самое главное, вот мне кажется, сейчас вот в этой теме, я скажу, тот оттенок, который вот когда-то обсуждался вот в этой легенде о великом инквизиторе, он обсуждается в Веденском, ну, кругом, возможно, Бог в этой поэме. В поэме «Кругом возможно Бог». Я тоже немножко буду зачитывать из этой фрагмента, но сейчас напомню вам и даже прочту небольшой фрагментик, последний фрагментик из легенды о великом инквизиторе и скажу, в чем там фишка. Значит, ну, вы помните, значит, там легенда, она очень простая, времена Возрождения, там, Испания, Савонарола, значит, ну, вот среди многих христиан появляется, значит, не весь кто, там, вот эти люди, которые сжигаются, ну, как нечистые, как отпавшие, как вот эти паршивые овцы. И вот в один какой-то день, там, когда сотни этих людей были, вот об этом легенда, ну, рассказывается, сожжены, а, значит, мольбой там немногих, вот говорят, ну, где же ты, ну, куда ты смотришь, и вот он, и вот он приходит, он приходит, незаметный, такой человек, ну, легенда об этом рассказывает, Достоевский об этом говорит, вот, и народ его, он приходит, ну, как бы инкогнито, там, все же сделается, а его узнают, как не поймут, и так дальше, к нему, там, и вот одно чудо, второе, там, кто-то там, боже, дай мне, стал видеть, там, с ребеночком, стал, ребенок ожил, и в это время появляется фигура Тарквема, ну, великого инквизитора, он не понял, что происходит, это кто, что здесь, и наблюдает за этими, ну, вот я напоминаю сам этот сюжет, чтобы вы поняли, концовку, значит, арестовать, его арестовывают, и, как вы понимаете, потом идет разговор, разговора нет, он Достоевский делает так, чем-то этот, великий инквизитор говорит, ему, ну, зачем ты пришел, ты все сказал, запомни, ты нам все передал, старик, ну, что ты хочешь, ты все, ты ничего не имеешь, не имеешь права, сказанному тобой что-либо добавить, не имеешь права, все, ну, что ты пришел, что ты хочешь, зачем, мы от твоего имени все это делаем, мы делаем правильно, ты делаешь, зачем ты им дал свободу, ты их накорми сначала, а потом дай свободу, А ты им дал свободу, а не накормил. На черт им это свободу. Вот это все, вы знаете, прошло. И вот концовка. А идет разговор Алеша. Сейчас послушайте. Поскольку в Веденске он воспитывался на этой культуре. На этой культуре. И вот концовка. И Алеша спрашивает Ивана. Ну чем все? Ну и что там закончилось? И вот четыре строчки я вам прочту из легенды о великом инквизиторе. И там вы увидите. Я вам потом скажу, какие там главные слова. Сейчас. Самое главное не перепутать ничего. Ну вот. Инквизитор. Вот читаю. Инквизитор умолк. И ждет, что пленник ему что-то ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его. Проникновенно и тихо смотря ему прямо в глаза. И видимо не желая ничего возражать. Старику хотелось, чтобы тот сказал ему что-нибудь хотя бы и горькое и страшное. Да. А что ему сказал инквизитор? Все. Завтра ты будешь гореть. Я сожгу тебя. Как еретика. Как отщепенца. Ты будешь у меня гореть. И будет стечение народу. И ни одна свинька. Никто. Не поднимет руку. Не скажет. Уйди. Не трогай его. Никто. Будет огромная масса народу. Я тебя буду сжигать. И никто тебя не... И вот он ждет концовка. И вот идет концовка. И вот он хотел, чтобы что-то ему сказалось. Как что-то. Но он вдруг... Вот послушайте. Вот это самое главное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в конце губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему, ступай. И не приходи более. Не приходи вовсе. Никогда. Никогда. Конец. Вот это концовка. Значит, а теперь возвращаясь к Веденскому. Вы знаете, какие... И я вам говорил в прошлый раз. Ну, если, может быть, кто-то был. И сейчас говорю. Вот здесь два главных слова. Вдруг. Одно. Вдруг он молча приближается. Вот это вдруг. Потому что где вдруг, там сознание. Вдруг там скачок. Вдруг там прерыв. Вдруг. Вдруг рождается все. Вот это вдруг. Вдруг знак присутствия сознания. И дальше. Старик вздрагивает. Этот вдруг приближается. А тот вздрагивает. И это означает... Что значит это вздрагивает? Он ощутил... Он... В нем ожило чувство христианина. И что он говорит? Он только что сказал, я сожгу тебя. И отворяет дверь и говорит, уходи. Он все поменял. Он все переменил. Понятно? Вот это... Так вот. Теперь возвращаемся... Простите. Теперь возвращаемся к Введенскому. И вот Бог. Ну, у русских вообще это проблема. Бог это проблема. Ну, в смысле, неважно. Атеисты, не атеисты. Веришь, не веришь. Так вот. Бог говорит, Введенский кругом нас, возможно. Но мы его не видим. Почему? Первый вариант. Первый. Потому что мы перестали... Мы перестали грезить. У нас нет видений. А Бог приходит к нам, как сновидение. Как видение. И я напомню, как начинается поэма «Кругом, возможно, Бог». Вот, послушайте. Я хочу, чтобы в этих словах вы только что сказанное мною увидели. Значит, итак. Перестали... Мы перестали видеть сны. Ну, мы спим. Но мы перестали видеть сны. Специальные сны. Нам перестали являться в видении. И вот он пишет. Солнце светит в беспорядке. А цветы летят на грядке. Тут жирная земля лежит, как рысь. Цветы сказали, отворись. И нас возьми к себе. Земля осталась подчиненная своей горькой судьбе. Значит, ну, не укоряйте меня, что это какие-то не очень такие стихи. Потому что они могут быть и белыми. Так вот. А послушайте дальше. Ивведенский дальше поясняет... Дает для тех, кто не понял пояснение. Эф, то есть герой поэмы, сидит на столе у ног воображаемой девушки. Крупная ночь. Ночь. Значит, с чего начинать? Солнце светит беспорядок. Ну, значит, ночь. Но солнце светит. И сидит у ног воображаемой девушки. А я вам сказал, что вот люди перестали грезить. И им перестали являться видения. Мы не видим. Ну, в смысле... Возможно, он нам и являлся. Но... Возможно, он был. Вернее так. Но не было видений. Так вот. Слово «человек» звучит, как ни странно, сегодня очень и очень гордо. И люди, конечно, перестали кланяться. И Бог забыл нас. А без Бога ничего невозможно. Ничего сделать нельзя. Почему? Потому что мы ничего не боимся. У нас нет страха. Героиня поэмы кругом. Возможно, Бог говорит, цитата. «Да, я ничего не боюсь». Я существую без боязни. Бог – это метафизическое самоограничение человека. Ведь если он есть, то это значит, что не все можно делать человеку. Что-то нельзя. А это и означает, что либо человек ничего не может и непременно должен утонуть в болоте своих желаний, либо не все можно, либо ничего, либо не все. Вот Бог – это не все. Не все можно. Это некоторые самоограничения. Я вам сейчас, раз уж пошло такое дело, я вам сейчас скажу, например, приведу фрагмент, скажу, вот как Сартр. Ну, знаете, русские любят Сартр, они любят экзистенциализм. Сартр, он такой атеист. И вот что он говорит? А он говорит, ну что, Бог – Бог. Если Бог есть все, то человек есть ничто. А если человек есть все, то Бог – ничто. И далее. Но даже не это не важно. А дальше вот такая фраза. Смотрите как. Когда я беру чай и опускаю туда сахар, то я должен подождать, пока он растворится. Правильно? Правильно. И он должен подождать. Понятно, что я говорю? Вот Сартр говорит как. И Бог тоже должен подождать, пока сахар растворится в чае. Подожди. И вот этим жестом, а дальше возникает проблема. Если Богу нужно подождать, пока растворится сахар, то это уже не Бог. У него, что его ограничено? Время. Это человек, он локализован во времени. То есть время его ограничивает так же, как и ограничивает человека. И для Введенского вот проблема Бога и проблема времени одновременно. Для сахар в смысле это ограничивающее. Ты должен подождать, пока растворится. Он должен подождать. А у Введенского он должен извлечь Бога, впрочем, как и человека из вот этих временных порядков. И переосмыслить, что такое время. Так вот, нынешнему же человеку кажется, что ему все позволено. А Богу не все. И в Введенске нам говорит, это не так. И молитесь Богу хотя бы по ночам. Это я цитирую. Я напомню, как говорил еще один такой персонаж русской истории, Розенов. Он говорил так. Ты, конечно, можешь делать что угодно, как угодно, но помни, душенька твоя вечером пойдет к Богу с отчетом. Ну, отчитываться. Ну, скажешь, я то-то и то-то делал. И тогда не все возможно. То есть делай, что хочешь. Но по вечерам с отчетом. Так вот, сейчас я заключаю вот это рассуждение, значит, о Боге. Повторяю, Бог – это некоторое самоограничение. Не то, что это внешняя какая-то преграда, вот он, а самоограничение, самоограничение человека. И Флоренский, а Флоренский, помните, как я вначале сказал? Кто гуляка? Введенский. Кто, значит, Введенский. Кто делает? Введенский. Все видит. И Введенский, для него вот эта проблема самоограничения. Я даже думаю, что когда он уезжал в Харьков, это не только реакция на то, что кто-то его подвел, ну, сдали, продали, предали. Это нормально. Люди это делают спокойно. Ну, предать – какие проблемы? А еще плюс вот это странное как бы самоограничение. Вот у него появляется семья. Он в семье. Он в Харьков. Вот эта любовь там увидел, влюбился, женился. Ребенок, ребенок от этой женщины, но свой ребенок и так дальше. Вот. Это проблема самоограничения. Так вот, а теперь пошла другая важная тема. А теперь пошла другая важная тема – время. Очень интересное время, понимаете? Я сейчас тоже попробую с ней немножечко поработать в том смысле, что… Вы знаете, кто говорил вот в литературно, кто говорил о времени прекраснее всего? Августин. Вот этот фрагмент. Все должны знать фрагмент. Фрагмент из исповеди Августина о времени. Вот этот фрагмент я вам сейчас приведу. А потом введенский. Значит, сначала Августин, а потом мы посмотрим на введенского. Сейчас, секунду, я поищу вот этот фрагмент из Августина. Вот он у меня здесь, недалеко. Вот специально для вас. Значит, в прошлый раз я вам говорил уже, вот кто был, кто знает, что вообще времени нет. И сейчас я тоже буду это говорить. И потом вы узнаете, что время и субъективность – это вещи связанные. Но сейчас мы пока это все убираем в сторону и дадим слово Августину. Потому что это классическая вещь. Это классическая вещь. Но в мире никто лучше не сказал о времени ничего. Так вот, и что говорит Августин? Время. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Вот послушайте. Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? И когда мы говорим... И вот послушайте, это мне очень нравится. О чем, однако, упоминаем мы в разговоре как о совсем привычном и знакомом, как не о времени. И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Так что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Понятно? Вот это. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю, если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени, если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени, если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? А если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? Ну вот, значит, на что я хочу обратить внимание? Время само собой понятно. Само собой понятно. Когда ты не спрашиваешь, что это? Ну, понятно. Когда я говорю, ну, понятно. Но если мы начнем, сейчас вот, сейчас я начну с вами влезать, вгрызаться, используя Веденского, ничего будет непонятно. Значит, что говорит Веденский? Цитата. Время непонятно. Понять его, значит, его не понимать. Время открывает себя в смерти человека. Смерть появилась. Почему? Объясняю. Потому что это не... Потому что человек – это не часть природы. Почему не часть? Потому что человек мечтает, воображает, грезит. А грезы в природе запрещены. Природа зовет человека к себе. Она просит его вернуться в дом. Но вернуться – это значит умереть. Смерть возвращает человека к природе. Без субъективности. Без субъективности. Без грез. В природе нет времени. Нет иллюзий. Конец. Абзац. Значит, вот пауза. Сейчас, что я буду говорить? Сейчас свяжутся вот две вещи. Человек и время. Человек и время. Время. Человек... А и сам человек окажется двойственным. Двойственным. Ну, у Феденского он двойственен благодаря зеркалу. Зеркальности. То есть в нем есть... Он и мнимость его. Он и его отражение. Он всегда... Человек всегда окружен иллюзиями. Вот такими видимостями. Всегда. Он полон их. И нет вот какого-то человека. В смысле, вот просто как некоторая вещь, выделенная, дискретно выделенная в пространстве. И... Значит, а природа его зовет вернуться. Но возвращение – это смерть. Смерть – избавление от времени или избавление от субъективности. Вот об этом можно прочитать у Феденского в его стихах, которая называется «Зеркало и музыкант». В серых тетрадях в Веденске пишет, что кто хоть немного понял время, тот должен перестать понимать мир. или что то же самое, кто обратил внимание на себя, тот плохо должен быть приспособлен к миру. И наоборот. Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в элементарном, это цитата, ни в сложном его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени. Горе нам, задумавшимся о времени. Это опять цитата из Веденского. Почему? Потому что мир, как ни странно, это не система, в которой течет время. В нем... И вот что означает эти знаменитые слова Веденского. Ну, знаменитые, в смысле, кто читал, не может их не знать. Потому что в нем, в мире доминирует бессвязность. А вот я сейчас подумал только об этом. Вы знаете, что там с какого-то времени, я не помню, с середины 50-х годов, ну, по этой фигуре, там, синергетика, пригожин, что мир вот странно устроен. Ну, вот такое, ну, меня-то как бы... И что мир причинно? Только лишь малая часть, как бы, вот она такая причинно определена. А везде все, вот какой-то хаос шевелится. Вот что-то организуется. Я... Вот мне сейчас только об этом подумал. Вот есть в этом какая-то связь с тем, что говорит Веденский. То есть он говорит, что в нем доминирует бессвязность и раздробленность, и раздробленность времени. Вот встретились два человека, а у них нет общего мира. Каждый из них живет в своем мире со своим временем. То есть пространственно они могут находиться рядом, а философски они бесконечно далеки друг от друга. В разговорах Липамского приводится высказывание Веденского о том, что бессвязность мира противоречит разуму, говорил он, Веденский. А это значит, опять же говорил Веденский, разум не понимает мир, а люди общаются только лишь потому, что некоторые слова у них совпадают, благодаря совпадению слов. Цитата. Я думал о том, почему лишь глаголы подвержены часу, минуте и годы, а дом, лес и небо, как будто монголы от времени вдруг получили свободу. Я думал и понял. Мы все это знаем. Что действие стало бессонным Китаем, что умерли действия. Лежат мертвецами, и мы их теперь украшаем венками. Время единственное. Вот, пожалуйста, я хочу обратить внимание на эти слова. Время единственное, что вне нас не существует. Оно, и я решительно с этим согласен, то есть я так думаю тоже. Это, это, ну я думаю так же. Оно поглощает все существующее вне нас. Так наступает ночь ума. Время восходит над нами, как звезда. Это виден, как звезда. Оно восходит над нами, как ноль. Оно все превращает в ноль. И еще раз цитирую. Горит бессмыслица звезда, она одна без дна. Вбегает мертвый господин и молча удаляет время. Вот сейчас у меня стоит здесь пометка, что я должен вам еще прочитать простую вещь, но я уже читать больше ничего не буду. Мне кажется, вот это, ну, иначе это будет просто уже такой философский вечер совсем. И я этого побаиваюсь, и поэтому вот этого буду избегать. Мне осталось немного, мне осталось чуть-чуть, и я иду хорошо, ну, в смысле, по времени я смотрю. Сейчас мы займемся делом, сейчас я подбираюсь к пьесе, которая мне очень нравится. И теперь я еще несколько скажу вещей. Вот смотрите, вот смотрите, как вы думаете, вот с какого перепугу Веденский вдруг почувствовал вкус к тавтологиям? Вообще вкус к тавтологиям – дело философии. Вот философы – это люди-тавтологии, они не умеют хорошо говорить, они не содержательны. Они тавтологичны. И вот смотрите, я приведу сейчас сначала, у него есть такая вещь, называется «Пять или шесть». Вот из нее я взял специально, распечатывал вот этот отрывочек, он идет так. «Если я родился, то я родился». Прекрасно. Скажи, ну что за ерунда? Ну да, если ты родился, то ты родился. И ничто другое. «Если я и голова, то я тоже голова. Если я и человек, то я тоже человек. Если я и есть поляк, я полковник». Ну и так дальше. У него идет вот такая вещь. То есть вы можете это отнести вот к такому кокетничеству. А я думаю, а я думаю, иначе. Я думаю, что есть вещи, ну, во-первых, что есть вещи, которые лучше не трогать, которые действительно самоочевидны. И любая попытка их как-то прояснить только запутывает дело. Есть вещи, которые не требуют определения. Они как бы полны. Ну вот я вам пытался говорить, ну, немножко, вот понимая вот это все, я вам говорил, и даже старался такие фоны выдвигать, там, о Боге, вот, там, о времени, вот, ну, вот этот. А есть вещи, и это сказал Августин, не говорю, понимаю. Как только, а что это? Не понимаю. И вот на этом остановиться. Значит, есть вещи, которые полны и не требуют твоего участия. Смотрите, вот я бы сказал так, если на таком профессиональном языке, а ты их не можешь уже не знать. Они могут быть даны только через уже, ну, уже твое, твое уже сознание. И это факт. Ну, в том смысле, что не все вещи требуют вот этой в левой части что-то, в правой там какие-то определения содержательные. Иногда нужно быть пустым, несодержательным, потому что все содержания, они пересматриваемые, они, 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 скоротечные, они требуют замены, все содержания. А вот полные вещи, вот такого рода вещи, которые обладают, которые предъявляют тебе уже сознание, они, они, вот как бы выскакивают из времени. Ну, из, ну, не совсем временные, временные. Понятно, что я говорю? Что я хочу? Ну вот, вот я, это я от автологии. И поэтому, когда вы встречаете у поэта вот такие вещи, не потому что ему нечего, ну, он иногда вот, а, когда он, а в Веденске он любил вот открыть для себя что-то он открывает, ну, мычку, он понял. И он начинает на всю катушку, ну, в смысле, вот, ему ничего больше не надо. Он это понял, он живет таким понятым, понятым, переживает и прочее, прочее. И, ну, и тут же у него появляются стихи на такую тему. Вот. А кругом, возможно, Бог, я уже ничего не буду говорить, ничего, и еще, и все, ничего. Больше, теперь я приступаю о смерти. Вот скажу о смерти, ну, вы понимаете, что я могу сказать о смерти, ничего я не могу сказать. Нет, я скажу, конечно, но в смысле, это такие вещи. значит, ну, все знаете, что мы знаем, что мы умрем, и редко кто знает, когда он умрет. Конечно, ни у кого из нас нет опыта переживания смерти. Я даже, вы знаете, вот, что делали рационалисты, хотите, я вам приведу пример, вот, такого рационалиста, как Декарт, который тоже все это понимал прекрасно, и он говорил, я вас научу, как поступать, когда смерть придет к тебе, а у тебя опыта нет, ну, вот к тебе она придет, и говорит, слушай, пора. Ты скажешь, ну, подожди, мне еще одно на занятия, на лекции еще надо, я еще не все лекции прочитал, ну, дай мне еще возможности. Так вот, чтобы вступить с ним в разговор, ты должен, ты должен отвратиться от него, ты должен возбудить себе чувство отвращения. Смотрите, это так учил Декарт, рационалист, в смысле, хотя это, я думаю, хотя, может быть, это и придумано, вот, и ты должен вспомнить какую-нибудь гадость, вот, какую-нибудь медузу, я не знаю, что у тебя, крысу, мышь, я не знаю, все равно что, и тогда она от тебя отойдет. Это я говорю вам на всякий случай, если вдруг она придет, вы тогда вспомните меня, и сразу скажите, крыса, и тогда она от вас отойдет, и даст вам возможность закончить свои занятия. Ну, вот, самое главное, самое главное, я вам скажу такое, вот самое главное, что понял, это я сейчас цитирую из кругом, возможно, Бог, Веденского, что, как этот мир, так и тот мир, один и тот же. И его герои, его Веденского, часто говорят, сейчас, а, почему-то у меня тут нет этого, ну, они говорят так, ну, зачем же мне, ну, если это все так же, то, я думал, что я умру, отмучился, ну, я умер, отмучился, ну, а там тоже, что и здесь, и что, вот, вот это, вот это проблема, все, вот теперь я начинаю, значит, да, вот закончил я все говорить о Веденском, теперь осталась его пьеса, теперь мы поговорим о пьесе, ну, у Ивановых, елка у Ивановых, значит, здесь я поступлю таким образом, вот пьеса, вот сейчас я, вы знаете, я себя ловлю на мысли, я делаю правильно все, я ловлю себя на мысли, вот, нельзя есть сразу, вот, если ты хочешь, вот, лежит вкуснятина, битая, съел и не понял, а ты постепенно, ты не лезь, ты сначала, ну, не знаю, вот, вот, посмотрите, я вам сейчас напомню, вот, то, что происходит, вот, я вам сейчас скажу так, строже, то, что происходит здесь у Введенского, то происходит, если кто-то читал позднего Толстого у Толстого, потому что поздний Толстой, никак, ничем не отличается от Достоевского, которого он не любил, что я имею ввиду, ну, например, власть тьмы, вот тот, кто из вас прочитал власть тьмы Толстого, и остался таким же, каким он был до этого прочтения, я не поверю, потому что власть тьмы, это просто потрясение, потому что, потому что этот, если хотите, я напомню, в чем там все здесь есть, все, ну, все, потому что все про одно и то же говорят, ну, это, вот Толстой, вот он высказал, но вот власть тьмы, что там про власть тьмы? Мужчины, женщины, мужчины дрянь, женщины умные, мерзкие, коварные, жадные, хитрые, властные, мужик у них, значит, все время, значит, что-то такое там, вот он там, что-то о нем манипулирует, вот после власти тьмы, например, Толстого нельзя, нельзя, как-то бы, не бояться, нельзя не бояться, от них нужно немножко, чуть-чуть в сторону, мало ли что, потому что, если вы читаете, нет, прочтите, если кто-то не читал, прочтите власть тьмы, вы увидите, почему я вот так все показываю и почему говорю, потому что там, значит, была такая ситуация, женщина, любовник, вот сейчас там сложная, у этой женщины ребенок, у этой, у ее ребенка, от этого ее любовника еще ребенок, вы понимаете, что происходит? Ну вот это вот все, когда все перемешалось и непонятно кто, кого, где, ну вот это все, и вот, вот она, эта дочь ее рожает от него, от своего, а у того еще мать, и вот они все женщины тут руководят, всем этим, а мужики сволочи, они ведут, ну то есть, нет, ну и как-то, не так все, вот так вот будет, ну не один, это Толстой, не один, не встал, и не встанет никогда, и они его убивали, этого младенца, и, а Толстой, он умеет, и вот этот хруст, это, говорю, младенец, кости хрустят, вот когда его там убивают, ну как я вам передам, вот извините, это страшные вещи, ну страшные вещи, Толстой, значит, это раз, я вам, теперь смотрите, вот примерно сейчас вот эти все темы пойдут, это вещь гениальная, вот если кто-то не прочитал ее, вы сейчас придите домой, я уверяю вас, вы сядете, и будете пока не прочитать, и вы не оторветесь, а потом вы будете цитировать, потом вы будете цитировать ее, потом вы ее запомните сразу всю, она вся сразу ложится в голову, то есть он вбивает, он, то есть Веденский, это гениальная вещь, я повторяю, это у нас, это у нас актеры такие, и режиссеры такие. Я бы эту вещь, она бы у меня не уходила из театра. На нее бы стояли очереди там, не знаю, тысячи. Тысячи, чтобы посмотреть вот это все. Пьесу эту я имею в виду. Ну вот. Значит, а я вам напомню, это раз. А я вам напомню еще одна вещь, уже со стороны Юнга. То есть, вот когда я, помните, я вам читал там Достоевский, и вам пытался обратить ваше внимание на то, что там главные слова вдруг и вздрогнул. Потому что вот эта вся фишка. В этом вдруг. И подумал, и подумал, что я вам должен обязательно сказать о Юнге, ну Юнг умный, о Юнге перед тем, как я начну зачитывать фрагменты из пьесы Феденского. А Юнг говорил как, у него сознание появляется в момент, когда тоже убивают ребенка. Когда мужик пошел, опять мужик, семья, дети, голод, берет любимого ребенка, идет с ним на рыбалку. Ловить рыбу не поймал. Ну, а он ту землю, он тумбу-юмбу. Он не понимает. Ну, в смысле, это по... Ну, старое, старое... Ну, это как бы... Это архаика такая. Ну, там люди... Там рождался человек. Так вот. Он пошел туда, значит, просидел... А вы знаете, вот мы не можем сидеть в одиночестве. А Тумбу не может сидеть. Он сел и 12 часов просидел. О чем он думал, непонятно. И думал ли он... Мы не понимаем, что происходит. Все думают, что там... Это святое состояние. К этому все стремятся. Вот к этому сел. О, год прошел. Ну, надо же. Понятно? Ну, вот. Вот он сел, время прошло. Но, к сожалению, у него там дети. И он вдруг понял, что кормить надо, а кормить нечем. А они же голодные. А у него здесь этот мальчик... И он вышел из себя и задавил своего... Вот это вот. Вы поняли? Он вышел из себя... Ну, он рыбу не поймал, а возвращаться кормить надо. А чем кормить? И он задавил своего ребенка. А потом, когда... Ну, понял. Ну, он понял. Вот это вдруг. Он вдруг понял, что он сделал. Вот тут рождается человек. Вот тут уже... Ну, в смысле, так жестоко. Ну, я имею в виду вот... И вот он вот с этим, он понял. И заорал. И крик этот должен раздаваться в ушах там. И до тех пор, пока вот это... Вы помните, я вам говорил, Бог говорит, а мы не слышим. Правильно. Мы много чего не слышим. И крик этот не слышим. Мы ничего не слышим. Это раз. То есть, значит, что? Вот этим вдруг... Вот этим, значит, криком, который иногда ты слышишь. А в Веденске, вы знаете, у него были слуховые галлюцинации. То есть, когда его посадили в тюрьму... Ну, я не сидел в тюрьме, я не могу сказать. Я имею... Ну, неважно. Значит, ну... Вот у него были вот эти галлюцинации слуховые. Вот. То есть, он понимал в этом толк. Так вот, это... И третье, что я вам сейчас напомню, вот перед этим... Я вам напомню другой манер. Я вам напомню... Просто... Я вам напомню... Ну, во всем случае, в пересказе... Какая там... Еще оттенок у меня такой. Вот у русских все как-то... Правдиво, искренне и жестоко. То есть, есть в этом какая-то вот... Мы не любим вот такие... Какие-то вежливые такие... Вежливые обманы такие, ну, красиво сделанные. Мы говорим, хотим правды. А правда, она жестока всегда. Ну, вот. Ну, помните, там, я хотел сказать про Альбертину. Ну, это... Вот это все. Тра-ля-ля, значит. И вот он, значит, имеет эту Альбертину. В смысле, вот... Марсель, там, или как-нибудь у него. Вот эту Альбертину. Он владеет ею. Он может заниматься с ней любовью все это время. Она у него в замке. Ей нужны деньги. Она там живет. Все хорошо. А им... И вот эта хитрость. А ему этого мало. Он ее не бьет. Он ее не... Он хочет, чтобы она полюбила его. Ему уже не надо ничего. Я хочу, чтобы она... Чтобы ты полюбила меня. Понимаете, какой слой? Вот уже в такой выходит. Это уже, так называемая, цивилизация. Ну, в смысле... Вот эти отношения. Здесь все другое. Здесь пока... Здесь пока еще никто не хочет. Здесь пока еще только владеют телом. Вот здесь еще никто не хочет, чтобы она полюбила. Ну, в смысле... Вот это... Ну, а вы сами понимаете, что вот эта ситуация чрезвычайно трудоемкая и неисполнимая. Ну, вот. А теперь... Понятно? Три вещи я сказал. А теперь Веденский, елка у Ивановых. Значит, несколько... Теперь мы уже свободны. Мы уже свободны. Теперь давайте расслабимся. Скажите, вот вы... Ну, чтобы я знал. Вы все... Кто-нибудь читал елку у Ивановых? Я... Хорошо. Смотрите, я только некоторые фрагменты прочту. Вот такие. Я прочту. Там картинок много. Послушайте. Уверяю вас. Прочтите. Вы скажете мне спасибо. Вот смотрите. Как у нас все делается? Очень все просто. Значит, не обращайте внимания здесь на то, что тут дети 82-летние. Это нормально. 82-летний ребенок – это нормально. Это все нормально. Ивановых нет. Ивановых – это тоже нормально. Я уже сказал. Это все хорошо. Посмотрите. За что убивают? Новый год. Все хотят встречать Новый год. И вот сидят как бы дети. А дети много. От 90 лет до года. Все дети. И все хотят елку. Все хотят елку. И вот одна девочка, одна девочка, значит, говорит, ну, ей много лет уже, но она говорит, что вот, когда выйду, подниму юбку и покажу все, что могу показать. И тут начинается обсуждать, что она покажет или не покажет. Покажет или не покажет. Не смущайтесь. И тут возникнет смор. То, что она покажет, это большое или то, что покажет, это маленькое. И тут возникли какие-то разногласия. И одна другую убивает. Голову отрезает. Послушайте, я плохо рассказываю. Здесь коротко, понятно, быстро. Все на месте, уверяю вас. Ну вот. Все, труп. Значит, полиция. Вот послушайте, вот я, вот когда вы будете читать, вы будете еще и смеяться. Она так сделана. Ну, уверяю вас. Ну, уверяю вас. Это трагическая вещь. Ну, вы будете смеяться. Но это не страшно. Ну, это нормально. Значит, дальше. Приезжает, ну, вот, все там, родители, полиция. Потом родители в театре. То ли балет, то ли что-то они смотрели. Возвращаются. Значит, возвращаются. Но не в этом дело. Вот, представляете, родители вернулись. Родители вернулись. Вот сейчас я возьму это. Вот сразу. Давайте камеру так вот. Вот картинки. Родители вернулись. И узнаете. Вот ребенок голову отрезал. Ну что, няня голову отрезала. Няня, а няня отрезала. Няня голову отрезала. Вы представляете, что тут? Ну, все. Тут это труднописуемый мир. Все нормально. Значит, здесь что получается? Сейчас, секунду. Вот я хочу вот этот фрагмент. В общем, короче, вот я ищу. Короче говоря, пересказываю. Родители. Там, алло. Вот сейчас все-таки прочту. Давайте я... Сейчас подождите, я найду. Странно. А, вот все. Вот, нашел. Значит, там я пропустил несколько... Все, все... Это вещь гениальная. Запомните, тут ничего лишнего. Все стоит на месте. Все на месте. Вот смотрите. Вот возвращаются родители. Мать и отец. Ну, фамилия у них уже Пузырева. Но это не важно. Пузырев плачет. Отец. Девочка моя, девочка моя, Соня, как же так? Как же так? Еще утром ты играла в мячик и бегала, как живая. Мать. Сонечка, 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 Сонечка. Пузырев. Пузырева мать. Зевает. 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 Вы понимаете? Она зевает. Ожест и текст. Что она говорит? О жестокий Бог. Жестокий Бог. За что? За что нас, Иов? За что? За что нас наказываешь? Сначала зевну... Вы понимаете, что происходит? Зевнула. И пошел этот текст. Бог, ты виноват. Ну, что ты делаешь? За что ты нас? Мы примерные граждане. Мы хотим своим детям елку. Мы заказали елку. Мы хотим... Ты что ты делаешь? Куда ты смотришь? О, Бог. Вот это... Это всего одна секунда занимает. За что ты нас наказываешь? Отец сморкается. Вот послушайте меня. Отец сморкается. И говорит, текст. Мы были пламя. Они женой. Мы были пламя. А ты нас тушишь? А ты нас тушишь? Ну как? Господа. Либо я ничего вообще не понимаю. Либо... Дальше. Мать. 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 Пудрится. Мать. Мать. Пудрится. Как там это делают все женщины перед зеркалом? Мать. Пудрится. И мы устроим ее. Мы устроим ее. Помните как? Ее елку. Мы эту елку устроим. Вы поняли? Пудрится. И мы елку устроим. Мы елку устроим. Мы ее устроим. Послушайте. Ну гениальная вещь. Я вас уверяю. Ну это... А знаете, как все очень просто. Все очень просто. Ничего нет. Это не Маршель. Это не Альбертина. Вот там все очень сложно. Дальше. Дальше. Мать раздевается. Дальше. Старший Пузырев, отец, смотрит на нее с вожделения. Мать раздевается. Она молода. Она еще припудрилась. Еще тем более хороша. Отец на нее смотрит в вожделение. Ну. Там труп, значит. Там голова. Там, значит. Слушайте. Я шалею. Ну я шалею просто от всего этого. Да, отец, значит. И он ей уже. Смотрите, как ей едет. А сначала Бог. Он ей. Ты у меня красавица. И дети так милы. Ты у меня красавица. Мать. Она раздевается. Ты у меня красавица. И дети так милы. И, значит. Причем у него это так. Пузырева мать отдается ему. Слушайте. Вот где. Снимайте. Ну снимайте. Ну сделайте с умом. Это народ пойдет. Будет смотреть. Это все. То есть. Это вещь абсолютно театральная. Ну в смысле. Дальше. И да. Послушайте дальше. Я не знаю. Боже. Боже. Почему так скрипит диван? Ну. Она говорила. Боже. Ты. Ты. За что ты жестокий. Ты на знаках. И тоже так же она говорит. Боже. Ну почему так скрипит диван? Это то же самое. Как это. Да. И да. Вот фраза. Как это ужасно. Скрипит. Как это ужасно. И вот Пузырев. Идет такая ремарка. Пузырев отец. Кончив свое дело. Кончив свое дело. Плачет. И говорит. Текст у него идет. Господи. Вы. Понимаете. Вот идет действие. Идут слова. Вот идет фон. И вот теперь смотрите. Вот камера. Вот смотрите на все это. Вот на все это. Значит. Господи. У нас умерла дочь. И тут фраза. А мы тут как звери. Конец этой картинки. Браво. Должны тут зрители встать и аплодировать. Браво. Браво. Ну то есть. Ну вот. Это не все. И так еще не все. После этого будет. После этого будет совершенно замечательная сцена. Возвращается тот, кто любит вот эту. Няню, которая убила. Ну преступницу. Значит. И вот теперь смотрите. И опять там совокупляется. Она арестована. А у него завязано. То есть. Значит. Смотрите. Вот это какая-то тупая бессмыслица. И бесчувственность. И. Вот. 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 Все как будто умерло уже. Потому что. Он там где-то в лесу робили елку. Возвращается. Ну. Вот. Венский говорит. Что мы ему. Да. Там. Там. Им завязали глаза. Он. Да. Он пошел в баню. Там. Успел. А. Значит. Труп уже лежит. Все там. У него глаза завязаны. Он ничего не видит. Не чувствует. И не понимает. И знать не хочет. Вот. Вот. Обратите. И вот он идет. К ней туда. Куда он ходил. Какой-то открывает дверь. Он ничего не видит. Там кто-то лежит. А ему не важно кто лежит. Он туда кто лежит. А тот лежит. Давай. И вот. И вот. И вот. Ну. Опять там. Там лежит. Какая-то. Дама. Няня. Не знаю. Женщина какая-то. И говорит. Ну давай. Вот. И у них тут совокуп. Ну. Я прошу. Совокупляется. И она. Потом он понимает. Что это. Так. Подожди. А ты. Это ты или это не ты? То есть. Ну так. Как будто он. Он пьян. Я не знаю. Нет. Потом выясняет. Что она. Это не она. А нет. Ты не моя невеста. Вот. Он выяснил. И дальше он идет. Прочтите. Вот это дело. И это не все. Плюс ко всему. Все. Сейчас. Плюс ко всему. Повторяю. Там есть прекрасный разговор. Сумасшедший дом. Единственное. Что я вам только скажу. Вы знаете. Где говорят только правду. В сумасшедшем доме. Вот только там. Потому что. И вы должны это понять хорошо. Первый вывод. Из прочтения. Вот. Чтение Введенского. Ложь. Есть условия коммуникации между людьми. Ложь. Все лгут. Привирают. Значит. Где правда? В сумасшедшем доме. Там. Ну. То, что надо. Там никто. Если говорят, что я Наполеон. То это Наполеон. И никак иначе. Это просто Наполеон. Понятно? И. Вот эта сцена в сумасшедшем доме. Совершенно замечательная. Значит. Зеркало появляется. Там врач. Врач сумасшедший. Санитары сумасшедшие. Там все сумасшедшие. Только одна нормальная. Но она преступница. Она им говорит, что я сумасшедший. Они говорят. Да нет. Это мы сумасшедшие. Ты здоровая девка. Ты красивая. Ну и так далее. То есть. Вот. Посмотрите. Я повторяю. Я восхищен этой работой. Вот сколько можно я передал свое настроение. Еще раз повторяю. Это гениальная вещь. Прочтите. И вы будете довольны. Народ. Но время уже мое стекло. Теперь осталось вопросы. Я могу встать уже. Спасибо. Спасибо. Я действительно не сказал, что я хотел рассказать. Я могу вообще прийти и заниматься только. У меня было два варианта. Ну, поскольку надо рассказать о том, кто, где, когда, что написал, что сделал. Все. Ну, гениальная вещь, вот, на мой взгляд, это вот это. То есть. И я хотел вообще вот этим прийти. Просто прочесть эту штуку. Разбираться с этим. И все. И сказать. Вот это Веденский. Идите. И помните. И не знаю там. Как. Но все равно я вам сказал. Я все передал. Потому что. Вот. Вот эта вещь меня потрясла. Вот. Потому что я тут вспоминал и Платонова. Ну, вот знаете там. И причем Платонова. Вот помните как. А помните у Платонова. Вот. Самая такая. Не котлован там какой-нибудь. Не еще что-то такое. А самая простая вещь. Вот. Рождение человека. Вот это. Помните. Это машинист. Или как он там. И вот. Значит. У него умирает жена. Вот он. Гроб. Я сейчас скажу. У него гроб. Значит. Она уже не может ему подать квасу. И он. Значит. Вот там нужно что-то. Ну, а естество просит свое. Ну, она умерла. Ну, естество-то просит свое. А есть-то надо. Ну, там можно. Да, гроб разложил. Там сало порезал. Там съел. Потому что надо идти в депо. И точно такая же сцена есть у. У Камил. Когда он приезжает к матери. У постороннего я имею. Ну, это вообще, знаете. Тут. Это мир литературный очень интересен. Вот. Но там по-другому. Вот. Там примерно так, как с Альбертиной. Вот. Там они просто со сторожем на стол положили рюмки. Ну, а что делать? Все они выпивали. Ну, это закусали. Ну, наверное, закусали. Распили. Я не помню. Я уже не помню. Вот. Так вот. Вот это вот. Вот естество просит. То есть у Платона у него. Вот он. Вот Платон он мог. Вот как бы через словесную вот эту ерунду. Через эти все. Пробиться к тому, что уже почти слов в словах не нуждается. Ну, вот прямо картинка идет. Это слово действие. Еще можно как-то так сказать. Вот. Это я опять все время вас соблазняю. Ну, в смысле уже вот к этому чтению. Вот. Ну, вот. Я еще раз вот сказал то, что уже сказал. Но только еще раз повторил. Вам спасибо. Вы выдержали. Вот. Хорошо. Вы знаете, я уже сказал, что больше всего вот мне показалось вот это, да. Ну, ведь вы же знаете, что вы же знаете, что ну, во-первых, до нас нашло. Я не знаю, что до нас. Да. Ведь мы же не знаем, что он написал. Ну, просто не знаем. То есть вот я вот по этой вещи. Это сороковой год. Ну, год ему осталось. То есть, собственно, год он будет умирать. Его там. Год. Я соврал. Это тридцать восьмой год. Это тридцать восьмой год. То есть это уже зрел. а вы знаете, тридцать восьмом году по-моему, был написан распадатом. Если вот кто помнит. Иванов. Георгий Иванов. Помните? Распадатом. Помните вот этот воздух? То есть это абсолютно талантливая вещь. Вот я Георгий Иванова я имею в виду. Надо еще Иванова. Где Саша? Надо еще Иванова вспомнить. Потому что очень талант. Ну, у него тридцать восьмой год распадатома Иванова. И вот елка у Ивановых. Этого Веденского здесь в России. Это это крутые вещи. в смысле. А вот я скажу, я не в восторге. Я читаю, но не в восторге таком. Понимаете, мне кажется, если вы хотите сказать, что я думаю, мне кажется, что он менялся. Он просто менялся. Господи. Ну, и как всегда бывает, здесь все. А ну, все мы начинаем как-то, с чего-то мы начинаем, что-то мы делаем, а потом что-то приходит, если приходит. И он менялся, и он очень сильно менялся. Я по этой вещи служил. Он очень сильно менялся. Менялось все. Потому что у него с собой были проблемы. Понимаете, ну, проблемы. Он никак с собой не мог разобраться, кто он. вот к чему приставлен. Ну, он чувствовал в себе какие-то вещи. Но он тоже не мог их не знать. Я не знаю, чтобы с ним было возможность, ну, знаете, вот сейчас мне хорошо говорить, дай ему еще 5 лет, дай ему еще 10, доживи он до пенсии. Ну, то там другое дело. Вот. Ну, так не бывает. Вот у него были эти 37 годов, все. И вот вещь, я совершенно говорю, определенная вещь абсолютно гениальная. И правда, я не понимаю, я обязательно хочу... Ты видел этот спектакль? Что ты можешь... Тебе понравился спектакль? А? Да. она видела спектакль, я не видел, но надо посмотреть. Да? То есть, в какой, а в каком театре? В каком? А кто играл? Да? И тебе понравилось? Ты была без ума? Да, я не была без ума, но не понравилось. Вы знаете, когда я приходил, вот я скажу, я почему-то так говорю, потому что здесь так нельзя поставить. То есть, это не... Вот, когда ты приходишь к Васильеву, вот здесь куда-нибудь, это да, это театр. Когда ты идешь там куда-то в другое, это не театр. Это просто работа людей. Вот они работают, делают спектакли. Васильев, это из того, что я знаю, то, что я видел. Это театр. Это режиссер. Смог он поставить вот эту штуку? Не знаю. Ну, не знаю. Это он сам пусть сам решает. Он должен решить. Это надо понять. Вот. Но вещь повторять гениальная совершенно. Это должен быть потрясающий спектакль. Это не может быть просто спектакль. Это должен быть... И он должен не выходить со сцен, на всех сценах мира. Понимаете? Я сейчас в этом точно знаю. это просто потому, что я могу поставить. Вот. По большому счету. Ну вот. Вот я сказал. Нет. Мне нравится вот это очень сильно. Спасибо вам. Хорошо. Спасибо.